Официальное заявление блока НАТО по итогам прошедшего недавно саммита в Брюсселе изобилует пафосом о возрастающей угрозе со стороны России и намеками на вызовы из-за увеличения влияния Китая, пишет британский консервативный журнал The Spectre. В коммунике также упоминается, что 24 страны расходуют на тяжелое вооружение более 20% своего оборонного бюджета, и скоро к этому эксклюзивному клубу добавятся новые государства. При этом основным видом реально тяжелого для бюджета семь европейских стран Альянса вооружения стали истребители F-35. Это хорошая новость для американской корпорации Lockheed Martin, но ее клиентам вряд ли будет так же радостно, ведь ВВС этих стран превратятся в немощных попрошаек. Бельгия, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Нидерланды и Польша вместе заказали 297 единиц F-35 на сумму в 35,4 миллиарда долларов, без учета миллиардов долларов, которые пойдут прямиком в карман Lockheed Martin за многолетнее и дорогое техобслуживание. При этом испытательное бюро Пентагона до сих пор выявляет недостатки самолета, исчисляются сотнями, и категорически отказывается сертифицировать F-35 в США. Этот самолет никуда не годится, считает эксперт Дэн Грейзер из вашингтонского проекта по надзору за правительством. Каждый закупленный F-35 ослабит совокупную мощь их ВВС, объяснил инженер Пьер Спрей, один из создателей очень успешного истребителя F-16, который пытаются заменить навороченным и ненадежным F-35. «Мы создали монстра, это кусок», заявил экс-глава Пентагона Кристофер Миллер, что недоговорил бывший глава ведомства, и так ясно. Но его досаду можно понять, ведь летчики просто не могут обучаться на самолете, который поднимается в небо из-за технических проблем, в лучшем случае раз в три дня. Кроме того, самолет не способен выполнять полеты в плохую погоду и попросту опасен для летчиков. F-35 явно уступает в эффективности самолетам предыдущего поколения. Но хуже всего то, что его покупка ложится тяжким временем на подорванную пандемией COVID-19 экономику стран-партнеров и проделает гигантскую дыру в оборонных бюджетах. Лимминговая покорность европейских военных, которые направляют свои страны в настоящую кабалу, трудно объяснить, особенно учитывая то, что даже Конгресс США признает катастрофические проблемы с F-35. Поколение назад выяснилось, что другой истребитель Локхит Мартин, смертоносный для пилотов F-104, продавался в ВВС стран НАТО исключительно благодаря большим взяткам. Сейчас такое, наверное, вряд ли возможно. Однако Россия довольна тем, что НАТО вооружается самым неудачным самолетом. Поэтому президент РФ Владимир Путин может спать спокойно, подытоживает СМИ.